Поэтому, что нужно сделать, на мой взгляд? На мой взгляд, тем, кто предпринимателям, которые сегодня вошли в этот проект, необходимо оценить ресурсные возможности того места, где они собираются поставить вот этот вот объект. И понять, с чем они будут работать и с кем они будут работать. Ну и самое главное, и куда потом все это вы повезете. Черемшу, папоротник и пошло по списку. И вот здесь, конечно, необходимо ориентироваться на специфику территории и на те результаты, которые на начальном этапе будут показывать. Под спецификой территории я понимаю ее ресурсные возможности. То есть реально, сколько там сегодня можно собрать дикоросов на этой территории, на этой площадке. Мы же, в свою очередь, Министерство сельского хозяйства совместно с Сергеем Александровичем, мы будем отслеживать ситуацию и смотреть, какие пункты работают максимально эффективно. Максимальная эффективность. Для чего? Вот как раз для решения той самой задачи, а куда потом все это делать. Потому что понятно, что вот та структура, та модель, которую сегодня мы конструкции отстраиваем, она предусматривает несколько уровней. Я сказал, первый уровень это человек, сборщик. Второй уровень это то, что мы вот видели сейчас. Третий уровень это то, куда потом везти. То есть необходимо накапливать ресурсы, создавать партию, которая потом пойдет на переработку. Да, часть продукции можно перерабатывать там сразу на месте. И опять мы вспоминаем советские времена, когда варенье варили прямо там в тайге. Варили, это было и неплохо получалось. Поэтому, следующий уровень это накопительное, это создание хранилищ. И вот здесь уже, конечно, надо понимать, что вот эти хранилища, они должны работать не только на дикоросы. Они должны работать в целом на продукцию, ну подразделяться естественно, что продукция растеневодческая. Это может быть и сельскохозяйственная продукция. И дикорастущая продукция. И вот тут как раз вот грань проходит. Чем сегодня мы говорим, вот есть сельхозпродукция, а есть, значит, дикоросы. Чем отличается? Отличается тем, что продукция сельскохозяйственная выращивается, а дикорастущая собирается. Меры государственной поддержки, которые сегодня существуют, вот Сергей Филиппович об этом говорил, и я знаю, что он очень много, и вы все знаете, занимался этими вопросами, вот работая в нашем комитете. И меры государственной поддержки у нас колоссальные сегодня в крае. Они самые высокие в Сибирском федеральном округе, и, наверное, одни из самых высоких в Российской Федерации. И там как раз есть те самые меры господдержки, которые позволят вам, предпринимательскому сообществу, минимизировать риски от того бизнеса, в который вот вы сейчас заходите. А риски, ну, простые. Мы знаем, вот холодная весна, заморозки, в итоге никакой ягоды нет, все замерзло. И что вы потом будете делать? Сухость, вот сухая, сегодня сухое лето, дай бог, чтобы дожди пошли. Дождей не будет, лисички не будет, ничего вы не соберете, никакого гриба. И вот здесь как раз вам необходимо понять, что наиболее эффективное, и так работает сегодня весь мир, это культурная плантация. Плодово-ягодных насаждений. Культурная плантация. Это и смородина, это и малина, это и жимолость, и прочая-прочая-прочая ягодная культура, плодово-ягодная культура. Все это на территории Красноярского края у нас достаточно успешно произрастает. Но плантаций таких сейчас в настоящий момент очень мало. Есть у нас главы, вот Качаев Геннадий Викторович сегодня присутствовал на открытии. У него в планах создать такие плантации у себя в Шарыповском районе. Еще ряд глав занимается этими вопросами. Ну вот, я, конечно, сказал, что у них тоже здесь ягодики, правда, еще ни разу их не видел. Но знаю, что есть предприниматели, которые приходили к нам уже в министерство, которые намерены создать здесь культурную плантацию. Поэтому один из сегментов вот этого бизнеса, одно из направлений, это, конечно, грипп, да. Это экспортный продукт, это дорогостоящий продукт. Действительно, там можно хорошо заработать. Но, опять же, заработать не каждый год, это точно. Тех условий, в которых мы живем. Поэтому каждый из вас должен задуматься о том, с предпринимателем сейчас обращаюсь, о том, чтобы исключить вот эти риски. И моно, моно сырье не должно присутствовать у вас. Здесь должна быть широкая линейка. А наши условия позволяют это сделать. Так вот, там, где наиболее эффективно будут работать вот эти пункты, заготовительные, вот в том виде, который мы сегодня видели, там, рядом с этими пунктами, а их будет много в Красноярском крае, и Борис Владимирович сегодня об этом говорил, и Сергей Александрович об этом говорил, и Сергей Перепочетов говорил, и мы об этом обговорим, министерство. Что мы будем понимать, что там действительно есть люди, там действительно есть сырье, и там действительно необходимо следующий этап реализовывать. Организовывать накопители, хранилища, куда бы вы со всех вот этих заготовительных пунктов ввезли свое сырье, и у вас голова бы потом не болела, куда все это делать. Вот эта цепочка, цикл законченный должен быть. Ну и следующий, конечно, этап, это вершина вот этого айсберга, как раз. Это предприятие, которое будет перерабатывать данную продукцию. Вот все, что я вам сейчас рассказал, называется кооперация. Меры поддержки кооперации в законе Красноярского края о государственной поддержке агропромышленного комплекса очень четко прописаны. К сожалению, немногие из вас интересуются этим законом. Да, сейчас готовится новая редакция данного закона. Вот сейчас, буквально, вот, 7 минут назад, началась встреча Лидия Николаевича Шорохова с губернатором Александром Ильичем Мусом. Он предоставляет ему сегодня новую редакцию закона, на котором работали, ну, почти полгода. Там предусмотрены меры государственной поддержки, новые меры государственной поддержки, тем, которые были. Так вот, те, которые были, уже сегодня позволяли предпринимателям получить град до 70 миллионов рублей. Это не возрастные деньги, это не займ. На развитие своего кооператива, на приобретение оборудования, торгового, перерабатывающего, техники, для того, чтобы организовать производство вещевой продукции. Продать эту продукцию. Поэтому, на самом деле, технику с поддержкой очень много. И кооперативы мы сейчас очень сильно поддерживаем. И в отчете своем губернатору Александр Витальевич Улска, который буквально месяц назад, он в БКЗ, докладывал депутатам законодательного собрания и активу края, было сказано о необходимости развития кооперативов на территории Красноярского края. У нас есть районы в Красноярском крае, где нет ни одного кооператива. А есть кооперативы, которые насчитывают более 2000 человек. В одном кооперативе. Юг Красноярского края. Они там не сидели на деревянной игле, как сидели многие наши таежные районы, и которые за счет лесопользования могли обеспечить какую-то заработную плату своим землякам. Ну, люди приходили, устраивались, пилили лес, перерабатывали что-то. И за счет этого жили. На юге края, там, с ресурсами лесными, в Красноярском, в Нусильском районе, не так все сладко, как вот здесь. В Ачинском, Кюхтевском, Берелюском, Пировском районе. Поэтому там, люди давно уже несколько лет объединились кооперативы. Там кооперативы насчитывают сегодня, вот я говорю, более 2000 человек. В Абонском районе, там тоже лесозаготовки были. Но там весь кооператив, который сегодня 600, более 600 пайщиков насчитывает. И меры господдержки, которые идут на создание кооператива, вот в настоящий момент у нас на создание кооператива, 10 миллионов рублей невозвратных средств. Сейчас в новом законе мы 20 прописали, но если пройдет, будет 20 миллионов рублей. Поэтому, уважаемые представители местных органов власти, уважаемые представители предпринимательского сообщества, я еще раз вам говорю, читайте наше краевое законодательство, заявляйтесь на предоставление мер государственной поддержки, создавайте кооперативы, потому что без совместного объединения усилий ничего у вас не получится. Ну, будет стоять вот этот один пункт, вот представьте себе так, и что дальше? Сомневаюсь, что там все закипит и заработает. А вот когда несколько их объединится, вот под знаменами Сергея Александровича, вот. Александр Сергеевич Пушкин был, да, а я, Сергей Александрович, по-даваренту все равно, в глазах стоит, да, Александр Сергеевич, прошу прощения, несколько раз сошлись. Вот. Поэтому, вот под знаменами Александра Сергеевича, когда вы объединитесь вот в такую мощную структуру, тогда у вас уже, вам, у вас просто время останется на работу. На работу, на организацию той деятельности, которую на вашем уровне необходимо качественно организовать. А все остальное, вот будет, следующий уровень решать, задать. Обеспечить их сырьем, а за это вы получите хорошие дивиденды, доходы. И, как раз, то, о чем сегодня все присутствующие говорили, это качество улучшит жизнь нашего сельского населения. И существенно по поводу семейный бюджет. Вот. Спасибо. Если вопросы есть, готов задавать. Если вопросов сейчас нет, а они придут потом, приходите в него обсуждать. Спасибо.